Всем огромный привет, дорогие друзья! Начинаю свой влог вот в таком замечательном месте. Сейчас я вам покажу. Выехала на велопрогулку одна. Первый раз я выехала одна. Ну, потому что Никита там уже с кем-то договорился, куда-то идёт. У нас сегодня выходной день. Костя с Сашей долго гуляли, я занята была. Ну, потом я хочу выгуляться, но я поехала. Зачем мне кого-то просить, там от кого-то зависеть? Я как хочу, так я и еду. Я хочу, остановлюсь. На скамеечке посижу, отдохну. С какой скоростью хочу с такой едой? Нет, вообще в этом есть своя прелесть определённая. Куда хочу ездить? Я приехала сюда. В Печерск. Сейчас я переключусь. Ну, посмотрите, как здесь здорово. Озеро, лес, птички поют. Ну, просто песни. Где-то там музыка, люди. Ну, на той стороне больше людей. Вот здесь вот людей вообще мало. И такая тут поляна. Смотрите, какая прелесть. Комары есть, но их немного, кстати. Нормально. Помню, в конце мая приезжали, тут столько было комаров. Ужас. А здесь нет. Я нашла даже такую классную полянку. Ну, люди отдыхают, конечно. Вот приходят. Потому что здесь следы, так сказать, человека. Можно и посидеть. Вот мой волоспетик стоит. Как бы вообще. Не жарко, не холодно. Погода просто идеальная. Ну, волосы у меня, конечно, я распустила, потому что у меня заколка. И она... Сейчас я покажу. Естественно, я с ней распущено волосами езжу. Я же не ку-ку. Вот у меня крабик просто там соскочила. Надо потом будет перевязать. Саша мне устроил. Наверное, Саша. Потому что больше некому, значит. Спустила я велосипед на бедре. Это очень тяжело. Ну, Костю просить тоже каждый раз. Ну, как бы. Ну, я спускаю. Ну, тяжело. У меня потом даже сыняк остается. Он такой, ну, тяжелый достаточно. Села, еду. Ну, не еду. Буквально там. Думаю, что-то не то. Потом, смотри, у меня цепь куда-то туда вообще съехала. Ну, я позвонила. Костя вышел. Вот все мне поправила. Там Саша переключает скорости. Скорости там переключает. Еще что-то там переключает мне, да. Ну, вроде бы, да. Когда там что-то ошивался, помню, возле велосипеда. Там звоночек. Это самое звенел. Он у нас на ложе просто стоит. Но я же не могу там все время следить. Когда-нибудь он это и делает. И поэтому так вот втихушку. То есть надо все время проверять. То есть, когда выходишь с велосипедом, смотреть вот на эти скорости. Все ли нормально. Вот первый раз решила выехать одна. Без Никиты и без Кости. И такая вот, ну, в принципе, это было возле дома. Поэтому сразу позвонила. Костя там вышел, спустился и все мне сделал. Ну, Саша, ну вообще. Вообще, наверное, сейчас здесь пощажу на пеньке или постою. Пока вот не стемнело еще, сниму историю. Вот. С пользой для дела, так сказать. Передохнула. Но вообще вот здесь так хорошо. Птички поют. Просто, ну, просто наслаждение, правда. Проходили мимо женского монастыря. Что-то я не стала снимать. Но сейчас, думаю, надо поснимать. Дошли за монастырь. И вот тут тоже раньше, помню, тут собирались когда-то с кем-то. Сидели с вином, с сыром, с грушами. Ну, было такое дело. Ну, вот просто, как это называется, Подниколе. В прошлом показывала в видеоблоге. Парк Подниколе. И за ним вот как бы тоже такой простор. То есть можно здесь. И дорожки здесь есть тоже. Можно гулять, ходить. Там Днепр впереди. Река Днепр. Тоже хорошо. Вот это какое-то что-то такое. Непонятное какое-то сооружение. Такого раньше здесь не было. Ну, в общем, здесь классно. Хорошо. Знаете, подошла к этой табличке. Настолько удивилась. Смотрите, что здесь написано. На закладках историчных аллеи парка Подниколе выканано профинансовые подрымцы Евросоюза и города Мигелева. То есть, ну, в общем, устроился этот парк Подниколе с финансовой помощью Евросоюза и города Мигелева. И значок. Представляете? Ничего себе. Честно говоря, я этого не знала. Это вот наш значок нашего города. Это Евросоюз. Удивительно. Но факт. Ну, вот он, вблизи женский монастырь. Колокольня. Вверху колокол звонит. И обойдем тут с этой стороны тоже. Посмотрим, что здесь. Ну, вот здесь так красиво, смотрите, дорожка такая. И цветочки так вот высажено в красивое такое место. Ой, здесь тоже вообще такая красота. Он тоже тут на перекрестке в дом строится. Вот прямо вот дороги вот с этой стороны. Ой, стоим, стоим на дороге. И уже строят такой дом тоже интересно. Он какой хороший котик. Трехцветный такой. Маленький такой котенок. Красавчик. Ты красавчик? Нечего тебе дать, к сожалению. Нечего, да. Какой красивый. Зашли в магазин молодежный на юбилейную. Сейчас расскажу, как мы здесь оказались. На паразит как гитара такая. Вот, 4 рубля стоит. У меня такая была. Он здесь цену до Саши будет прикупить. Такие прикольные соу. А стоит так недорого. Черепахи. Посуда. Разные чайнички такие интересные. Пошли в магазин, купили снять стресс. Мороженое вот такое. Наше детство, кстати, очень хорошее. Вот это тоже такое вот оно. Люксери тоже хорошее. Ну и, собственно, наши белорусские чипсы. Это мы пришли. У нас такой район есть. Юбилей называется. Почему мы сюда пришли? В детскую стоматологию мы сюда пришли, потому что нужна справка. Я звонила. Ну, там и в стоматологии, еще в другую поликлинику тоже справки нужны. Ну, и, кстати, дозвониться просто нереально. Вот просто ждите ответа, как соловей. Это по полчаса вот, наверное, в каждой там дын-дын-дын эта музыка играет. Ну, ладно. Потом в итоге, конечно, дозвонилась. Мы сюда пришли. Это надо было видеть просто, чтобы взять справку. Это вот, ну, находится вот именно детская стоматология. Она юбилейная. Это такой у нас район. Он находится недалеко от центра. Но я тут вообще ничего не понимаю. Я помню, когда с Никитой тоже по необходимости ходила. Плутали, плутали. Адрес-то мы знаем. Но здесь, знаете, вот дома, дома, дома. Какие-то коробки, вот какие-то постройки. Вот просто лабиринт. Это район, лабиринт. Тут куда-то найти невозможно. Естественно, пришлось спросить у какого-то пожилого мужчины. Он проходил мимо. Спасибо большое. Рассказал, как пройти. Ну, так, ориентир. Там идите типа прямо. Потом были какие-то парни, ну, подростки, дети. Тоже спросил. Они тоже посказали туда идти. Все. Так, я не знаю, путали, путали, вот честное слово. Хоть и, естественно, здесь там живем, всегда там были. Там, естественно, не раз. Я маленькая, меня сюда водили. И с Никитой я здесь была. Но не помню. Потому что здесь, говорю, район, лабиринт. Вот это единственный район в городе, где вот запутаться. Это вот кто здесь вот местный. Они, конечно, ориентируются. А так вот прийти, это вообще. И заходим мы туда, а там, в этой поликлинике, яблоку негде упасть. Узкий коридор, люди, люди, люди. Ну, там профосмотр просто. Единственное, что там моментально так шух, шух, шух. Быстро все так буквально там. Врач, молодой мужчина, не русский. Я так удивилась. У нас как бы такого нет. У нас все, ну, славяне. А тут не русский. Ну, нормально, все, сказал, все хорошо. Здоровые зубы, все, справку выдали, все хорошо. И, говорю, такое счастье, что это было быстро. Потому что я уже думаю, ну, все, я как пришла. Я как это увидела. Мы пришли, там он час всего работает, этот кабинет. Час, представляете? Пришли заранее, там, за 15 минут до открытия. Он, правда, ну, прием начал тоже раньше, на 10 минут. Это вообще, конечно. Вот у нас связываться с чем-то с таким, вот это всегда. А я помню раньше, еще давно-давно, когда я была маленькая, мне мама рассказывала, они там брали, ходили в 6 утра, брали талон, чтобы попасть в эту стоматологию детскую. Там были такие толпы, это был такой кошмар. Была вообще сейчас такого нет. Просто позвонили, со стальки, со стальки приходите. Все там, как-то так. Ну, вот, и мы здесь, поэтому испытали такой, ну, как бы, стресс. Я вообще все это очень не люблю. Ну, не знаю, не то, что кто это любит. Никто это не любит, конечно же. Ну, вот у меня это вот прям... Вот, просто я говорю, приготовилась долго ждать, но прошло все быстро. Ну, и просто зашли в магазин. Мы с мамой пошли. Просто в качестве, скажем так, когда лучше здесь ориентируется, и то тоже заплутало. Купили по мороженому себе чипсы взяли. Вот они сейчас сидят на скамеечке, едят. Я уже свое быстро съела, и все. И, знаете, вот такой район, конечно, вот, даже сейчас немножечко покажу. Как бы вот, ну, где-то какие-то парки, но нет никаких ни скамеечек, ничего, ни детских площадок. Как-то вот так все запущено, такое запустение. Вот здесь парк, да, допустим, небольшой. Все, ну, в зелени утопает. Можно было скамеечки какие-то понаставить. А так вот такие везде. Дома, дома, вот где-то кирпично. В основном такие серые какие-то панельные дома. Ой, надо оценить то место, где вот мы живем. В самом центре. Это на самом деле так классно, там все рядом. А здесь, вот честно, я не представляю, как здесь люди живут. Ну, это дело привычки. Вот просто вот так вот смотришь, прям такая тоска вообще. И вот везде эти дома, и можно просто запутаться так, что на раз-два. О, магазин Бел Вест. Обувь. Мы забыли, что здесь на юбилейном тоже есть Бел Вест. Ну, ладно, уже пацанушки купили, мы туда не пойдем. Мы сейчас думаем, как нам отсюда выйти. Куда идти? Наверное, отсюда идти. Да, да, сюда, я думаю, вот по этой дорожке. Вот этот дом, я помню, проходили. А вот помню ориентир. Это дом. Тут вот как бы и частный сектор, и дома. И, короче, разобраться не так-то просто, как кажется, куда идти. Вот этот уже частный сектор. Тут коттеджи. Где-то там такие домики, где-то сякие. В общем, ладно, сейчас мы идем назад к себе в центр через овраг. Ну, какой домик тоже. На замок похож. А тут рядом такая уже избушка. А там в глубине опять, как замок. Тоже домик такой классный. Там деревья, эти, не деревянные, стеклянные окна такие панорамные. Именно наверху много кондиционеров. Так, а мы спускаемся вот сейчас сюда, в овраг. Хорошая такая дорога. Вот здесь пройти так хорошо. Так интересно, вот какие-то перегородки деревянные. Ну, тут вот как бы овраг. Вот так вот получается, да. И вот здесь какая-то такая калитка. Что за калитка? Какие-то шины, что-то непонятное. У нас вот город состоит из каких-то таких, я уже говорила, оврагов. Такие спуски, подъемы, спуски, подъемы. Вот везде как-то. Ну, много, по крайней мере, всего такого. Котик. Да, домашний. Тот, который я показывала, он тоже там лежал. Женщина сидит, разговаривает, а он лежит. И это тоже. Они здесь живут, эти котики. Они домашние просто. Ну, вот в этих домиках всяких они живут. Домашка тоже. Вот мы идем, спустились. Сейчас по той лещенке поднимемся. И все, и в центре. Хорошая такая дорога. Можно, конечно, там ехать, как бы на остановке или так, на машине ехать куда-то, чего-то. Да нет, так вот спустились через овраг. Особенно, когда лето прошли. И вообще, красота. Все, сейчас вот по этой лестнице поднимаемся и будем в центре. Мне такая лестница нравится больше, чем ступеньки. По ней удобнее идти. Смотрите, какие интересные шары. Ну, это, наверное, у нас будет просто праздник города. 757 лет Ногилевой. Поэтому тут что-то будет такое грандиозное. Тут много какие-то статуи, еще что-то там. Сцена там возле Атриума, но я потом покажу. И вот эти вот шторы, ой, как шары, все это дело огородили. Ой, как украшают город вообще. Приятно посмотреть. Здесь флаги. Здесь тоже везде флаги, флаги. В общем, будет что-то интересное в выходные. Масштабное. Смотрите, какую поставили штуку. Интересно, я читала в ВКонтакте, что это такое. Это велосипедная стоянка. Ну, я не знаю, кто будет этим пользоваться, честно говоря. Зачем здесь эта штука? Непонятно. Но, видите, поставили. Посмотрим, будет кто-то пользоваться или нет. Что-то я в этом сомневаюсь.